Обрывники это последствия ударов иголок на деталях швейной машины. Как и чем удалить заусеницы? Вот смотрите, здесь небольшая заусеница есть. Видно, иголка попала и сюда. Это мы сразу уберем алмазным надфилем. И вот так вот с лианца зачистить. Если у вас нет алмазного надфиля, то подойдет пилочка для ногтей. Вот такая пилочка для ногтей. Можно снять заусеницу. Вот так вот. А можно... Вот есть стеклянная пилочка такая. Видите? Это вообще отличный вариант. Он сразу зачистит хорошо и в то же время сразу же заполирует. Это как раз то, что нужно. Вот здесь вот еще немного осталось. Все, супер! Даже не требуется полировка. Так что вот такая вот пилочка вполне подойдет. Так, ну и вот здесь вот нам нужно зачистить лапку заусеницы. Все вот это позбивать. Конечно, лучше иметь алмазный надфиль приобрести. Можно кругленький взять и плоский. Этого будет достаточно. И вот таким манером убираются заусеницы. Заусеницы эти появились от ударов иголок. Значит, то ли придерживали ткань, то ли подтягивали, то ли шили на плотном материале, то ли на швах. Иголка уходит в сторону и соответственно ломается, попадая то ли в лапку, то ли в отверстие игольной пластины. Вот видите, здесь вот тоже заусеницы. Даже вот сильно побито. Видно вот аж далеко. Значит, здесь я думаю, что ткань придерживали. Причем здорово. Так, ну у меня вот такой есть приборчик. Я работаю им. Вот так вот. Здесь отверстие игольной пластины сильно распиливать нельзя. Убрать только заусеницы. И потом можно заполировать. Так как большое отверстие игольной пластины, это могут быть на тонких материалах пропуски. Значит, убираем только заусеницы. И так же пройдусь в лапку. Ну и теперь нам нужно удалить на шпуле держатели цепки наши разбитые части. Для этого можно использовать вот такой нож. Аккуратненько вот это все дело срезать. Заусеницы. Подрезаем. И вот это тоже нужно срезать аккуратно. Я здесь возьму остренький нож. Это вот у меня нож специально для таких работ. Я пользуюсь своим ножом вот таким. И вот это нужно все, чтобы здесь попробуйте ногтем, чтобы здесь не было заусениц, чтобы нитка у нас не цеплялась. И срезаем. По чуть-чуть срезаем вот эти заусеницы. Вот здесь этот так вот. Смотрите, я вот это вот срезал вот так вот. А теперь беру и немножко вот эти вот торцы тоже чуть-чуть их притупляю. Буквально чуть-чуть. Сверху и снизу. Так, вот здесь вот проверили тоже, чтобы не было заусениц. Ну, здесь в принципе все. Теперь можем ставить вот этот выступ. Он должен упираться вот сюда в пластиночку подпружиненную. Вот мы его берем вот так вот ставим. Вот он у нас встал на место. Видите? Вот этот пальчик упирается у нас вот сюда в пружинку. Так, все. Так, ставим вот эту сейчас пластины вот так вот. Поставили. И теперь ставим винты. И наживляем. Теперь ставим вот эту пластиковую часть. Вот у нас направляющие здесь. Ставим в отверстие. Раз. И защелкнулось. Наши замочки защелкнулись. Так, подтягиваем винты. И сразу попробовали прокрутить шкил, чтобы у нас не зажался шпуледержатель. Все крутится. Видите? Не клинит ничего. Значит, теперь берем и зажимаем наши винты. Так, все еще покрутили. Нормально. Размотаю шпульку. Так вот. Беру и разматываю. Вот с таким методом. Так, ну я беру вот нитку, вытаскиваю и вот сюда вот за подпружиненную нашу пластину одеваю. Теперь беру шпульку и затягиваю в отверстие нитку. Вот так вот ставлю. Включаю и нажимаю на педаль. Нитку поддерживаю. Вот так вот вверх. Пошла намотка. Вот, промотали немножко. Я взял ножницами и обрезал вот эту нитку. Так, все. Теперь наматываем. Так, ставим шпульку. Заправляем. Вытаскиваем нижнюю нитку. Так, ну теперь ставим лапку нашу. Ниточки под лапку. Закрываем крышку и шьем. Так, смотрим строчку. Ну вот, смотрите, узелок уже почти что заходит вовнутрь. Так, ну здесь вот на толстом уже отлично. Даже уже узелок показался сверху. Смотрите, узелок вот уже даже сверху показался. Можно немного отпустить. Но мы сейчас попробуем прошить на тонком материале. Смотрите. Смотрите.